Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Согласно прогнозу социально-экономического развития, средняя зарплата в регионе к 2025 году увеличится до 59 тысяч рублей. Ежегодно она будет расти на 6 тысяч. Что касается уровня безработицы, он может составить почти 4,5%. Дочернее предприятие КамАЗа «Нефтекамский» «Нефаз» попал под санкции США. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. В заводу запрещены любые сделки с компаниями, физлицами и банками, которые используют доллар. При этом министерство разрешило своим гражданам и компаниям покупать продукцию КамАЗа и «Нефаза» до конца этого года, чтобы поддержать сельхозпроизводство штатов. Согласно заявлению американских чиновников, КамАЗ попал под санкции в связи с тем, что его грузовики были замечены в перевозке военных и военной техники на Украине. Напомню, выручка «Нефаза» за прошлый год увеличилась до 33 миллиардов рублей, а чистая прибыль составила 610 миллионов рублей. В здании бывшего кинотеатра «Победа» в Уфе обустроят театр юного зрителя. Стоимость проектных работ на переустройство оценили в 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава Калининского района столицы Михаил Замурагин. Конкурс по отбору подрядчика должен был состояться в понедельник, однако поступила лишь одна заявка, которая к тому же не соответствовала требованиям. Так что аукцион не состоялся. Тем не менее, капитальный ремонт здания намерены завершить в следующем году. Напомню, что кинотеатр «Победа» является памятником архитектуры. Его построили в 1948 году немецкие военнопленные. В 2017-м из-за долгов прежнего владельца объект передали в муниципальную собственность. С 2019 года городские власти пытаются перепрофилировать здания под другие нужды. Прокуратура вынесла предостережение главе Туймазинского района. Поводом стало неосвоение средств для покупки квартир детям-сиротам. Об этом сообщили в ведомстве. В этом году на эти цели район получил 42 миллиона рублей из бюджета республики. При этом с начала года местные власти приобрели лишь одну квартиру менее чем за 1 миллион рублей. По мнению надзорного ведомства, такие темпы приведут к неосвоению выделенных средств в полном объеме. К слову, на сегодняшний день в Туймазинском районе насчитывается 306 человек, которые стоят в очереди. У 160 из них право на получение жилплощади уже наступило. Одним из способов решения данной проблемы могут стать жилищные сертификаты. Подобную инициативу ранее предложили в госсобрании. Благодаря сертификату дети-сироты смогут сами покупать квартиру за счет средств республики. Предполагаемый номинал 2,5 миллиона рублей. Эксперты считают, что это поможет избавиться от проблем с очередями, поскольку в муниципалитетах зачастую не удается найти квартиру по заданным параметрам. Ведь не во всех муниципальных образованиях строится новое жилье и всегда приобретается уже вторичное. Это всегда проблема для муниципалитета найти ту качественную квартиру и тот качественный дом, который бы соответствовал всем требованиям. Плюс по квадратным метрам, чтобы были все, что описано, что предполагает закон, чтобы под эти характеристики, это всегда очень сложно. На сегодняшний день в республике в очереди на получение жилья стоят 7 тысяч детей-сирот. Из них почти тысячи человек уже достигли 23-летнего возраста. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллар и евро продолжают снижение. Американская валюта подешевела на 39 копеек до 52 рублей 96 копеек. Евро на 16 копеек, курс 55,88. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в БКС-банке за 59,5 рублей, продажа в Райфайзен-банке за 60,60. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в БКС-банке за 65 рублей, по продаже в Райфайзен-банке за 63,25. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин